А сейчас к новостям из мира экономики, которые напрямую касаются многих из нас. Россия перешла к рекордно быстрому снижению ставок по кредитам для граждан в крупнейших банках страны. Ставки упали ниже 20% годовых, сообщают данные финансовой платформы «Финуслуги Московской биржи». Что будет с финансовым рынком дальше? Об этом в нашем репортаже. Теперь средняя ставка по потребительским судам снижена до 18,66% годовых. А для необеспеченных кредитов она составляет до 19,5% годовых. Эти банки, которые собрались, их, по-моему, более 10 банков, если не ошибаюсь, которые присоединились к этому делу. Я не все крупные банки. Если взять их капитализацию, что их капитализация составляет 3 четверти примерно всей капитализации российских банков. Поэтому это очень мощный такой шаг для того, чтобы и другие финансовые структуры над этим задумались и последовали их опыту и их решениям. Такое резкое снижение наблюдается впервые с конца мая, с тех пор, как начал по-новому пересчитываться индекс кредитов. На снижение ставки повлияла отмена льгот для банков по соблюдению ограничений на полную стоимость кредита, сообщают эксперты платформы «Финуслуги Московской области». Также, по мнению экспертов, стоимость кредитов для населения может продолжить снижаться вслед за ключевой ставкой с запозданием. После резкого снижения, возможно, также кореется ставок и вверх. Но есть вероятность, что ситуация станет стабильной и снижение ставок плавно продолжится. Если ситуация в политическом смысле будет ухудшаться, то, соответственно, будут ухудшаться и ситуации в экономике. И, соответственно, эти ставки будут на это реагировать. Как говорится, поспешишь, людей не смешишь. Поэтому, если вы желаете в ближайшее время взять кредит, то эксперты рекомендуют подождать до осени 2022 года, когда экономика страны стабилизируется. А мы будем держать вас в курсе всех значимых изменений в финансовой сфере. Следите за нашими новостными выпусками.